Я коснулась всех проблем уже. Вот сейчас я за свою жизнь коснулась всех проблем. Когда-то я вместе с Райсой Максимовной лежала в гематологии Германии. Я вам скажу, там доктор, если ты ему принёс коробку конфет, он считает это, что ты в него выстрелил. Выстрелил! И я объясняла, что это благодарность. Она говорит, вы перестали меня уважать. И я вам делаю добро, я сохраняю вам ваше здоровье, а вы меня перестали уважать. А у нас сейчас какие доктора? Приходишь, у неё зарплата маленькая. У меня так получилось, что я спрыгнула с парашюта в 70 лет, ну в 69. И вот так, ну повредила ногу. Он мне говорит, у меня зарплата маленькая. Я не хочу тебя лечить, потому что у меня зарплата маленькая. Так что у нас действительно страна бедных. И у нас не платят медицинскому этому самому персоналу. Платят. Мы не хотим работать. И они привыкли получать ни за что деньги. А с этими таблетками. Вы посмотрите, какие таблетки у нас в аптеках. Это же ужас. Таблетки с просроченными сроками. И как это понимать? А это понимать очень просто. Потому что на границе стоят целые базы, которые немецкие таблетки, вышедшие ещё месяц им до окончания срока, они их перефасовывают и привозят сюда. И здесь уже перефасовка идёт как за годность. Почему люди у нас умирают? Потому что их не лечат. Почему люди не могут лечиться ни за деньги, ни без денег? Потому что врач тебе такой диагноз ставит, что в мире такого диагноза нет. А он тебе его ставит. Потому что он надеется, что он от этого что-то получит. А наши врачи, как сейчас, способствуют развитию бизнеса аптекарского. Они себе выписывают именно то лекарство, которое стоит очень дорого, и за которое они получат процент. Я в этом сама убедилась. Я прямо говорила этому главврачу своей поликлиники. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, я заплачу 70. Да, у меня большая пенсия. Я 75 тысяч заплачу за таблетку, которая мне ничего не поможет. Зачем она мне нужна? А потому что 10% попадёт врачу, который выписал рецепт. Как это понимать? Почему государство наше, почему вся вот эта минздравская система не занимается своей работой? У нас каждый должен быть на своих местах. Тогда мы будем считаться демократическим, свободным государством. А так мы сейчас... У нас только Лукашенко демократ. Да, он демократ. Он открыл многие страны, он повёз продукцию, он заставляет всех сейчас работать именно в этот кризисный период. Да нет у нас кризиса никакого. Как работали заводы, так и работают. Ну, меньше немножко работают. Некуда сбывать промышленность, продукцию. Почему некуда сбывать? А потому что менеджеры, которые получают по миллиону, сидят приставши к креслу. У них клей БФ на кресле. Вот они как приклеятся, так и не встают. А ты съезди. Ты предложи свою продукцию. Ты объясни человеку, что вот наше самое лучшее. Но, однако, находятся вот эти посредники, ведь не даром вышел закон о посредниках, исключить посредников. Россияне берут нашу трикотажную промышленность всю под свою опеку, забирают полностью продукцию, уезжают в Россию и там продают. А что, этот же самый директор завода не может поехать сам на выставку, встал на рынках, в магазинах, заключил договора и продавай. Почему у нас на рынках работают одни азербайджанцы? А где наши белорусы? Что они делают, мужики? Что они делают? Вот мы буквально недавно, к юбилею, поехали на рынок Ждановичей. Стоит молодой человек с папой и продает огурцы. Я спрашиваю, почему? Он говорит, 700 рублей. Я так посмотрела, даже удивилась. Я говорю, почему так дешево продаете? Я говорю, почему-то у всех по полторы у вас. А он говорит, а я хотела, говорит, доказать им, что наши продукции лучше и дешевле. Они ведь скупают по 200 рублей и 1500 получают с нашего белоруса. Нашу продукцию купят и нашему белорусу втридорого продают. А заработанные деньги они отправляют в Азербайджан. Они не оставляют здесь. Я ничего не имею против азербайджанцев. Да, они смышленые ребята, они умеют торговать, они умеют все. Но где наши все работники и где наше правительство и где наша торговля, которая... Вот сейчас был фермер. Я была на совещании у министра сельского хозяйства. И вы представьте себе, человек вырастил лук. Тысячу тонн лука. Вот 35 километров от Минска. Лук высшего качества. В то же время он отдает этот лук по 500 рублей, и у него никто не хочет брать. А на базаре лук 2200. Каким образом образовалась эта цена, никто не может сказать. И я, когда приехала, прибыла на этом совещании, так он говорит министру, говорит сельского феном, ну помогите мне его реализовать. Нашим же людям. Нашим. Подешевле. Что ж вы с пенсионера берете 2 500, когда он стоит 500? Представляете, сколько денег? Так что, мы так будем жить всю жизнь? Пора происходить на своих производителей, давать им свободу, чтобы они могли производить свою продукцию, чтобы они могли продавать свою продукцию сами, без всяких посредников. Закон вышел. Это очень хорошо. Но этот закон тормознет любая наша бюрократия. Любая бюрократия тормознет этот закон. Я больше, чем уверена. Все указы, которые издал Лукашенко, они все тормозятся на его. Поэтому мы так и плохо живем. Вот поэтому. А по-другому нельзя считать это никак. Поэтому давайте жить лучше. Давайте выращивать свою продукцию. Давайте продавать свою продукцию. Давайте по себе стоимости. Ну накрутил ты 5%, ну 10%, ну транспортные расходы. Ну нельзя же в 5 раз увеличивать цену. Как же ты формировал цену? А где же ваши контролирующие органы, которые должны проверить эту цену? Никому ничего не известно. И никому ничего не докажут нигде. Вот и все. Я вырастила донник на 2 гектарах. Взяла 250 килограмм. Этот донник, это очень хорошее растение, многолетнее. Они мне его взяли, запахали. Не дали мне его даже убрать урожай. И все почему? Потому что я не заплатила деньги председателю исполкома. Он не требовал у меня наличными вот отдай, приди и отдай. Но когда он со мной разговаривает, у него руки лежат наверху на столе. Это о чем говорит? Раньше под столом они держали, а теперь они наверх ложат. Прямо в открытую он показывает, что в ладонях ничего у него нет. Положите ему, мы решать вопросы будем. Так вот пока у нас не исчезнет вот эта вот, как говорят, коррумпированность, мы не будем жить хорошо. В Америке за это рубят головы. Человеку, который создал фирму, которая сделала этот обвальный кризис, 150 лет тюрьмы дали. А у нас МММ три года отсидел и спокойно вышел. А сколько народу пострадало от МММ? Очень много. Даже Леня Голубков, актер, который снимался в клипе, и тот пострадал. Он говорит, мне не за что жить. Я с того клипа, меня сейчас все плюют на меня. Это ты, говорит, создал МММ. А я, говорит, его не создал, создал его Мавроди. Вот вам, пожалуйста. Поэтому если бы дали взяточнику 15 лет, то через 15 лет он бы уже не вышел бы оттуда. Его бы просто там сказали, сработали его, как говорится. Дали бы ему самую тяжелую работу, и он бы работал. А что такое у нас взяточник? Ну, отсидел два года и вышел. Вот и все. А нет, он даже вообще взятку затаил, перекупил ее, как называется. А сейчас у милиции есть такая фраза. Перекупил взятку. То есть не показали, что это взятка. Вот и все. Очень тяжело. Вот посмотрите, сколько у нас выращено лука. А мы это просто играя вырастили. Вот сидит, висит 10 плетений, и в каждой плетении по 45 головок. 450 зубочков посадили, 450 луковиц получили. Так мы живем плохо? КОНЕЦ